Что правильно и что неверно в почитании икон? Правильное в этом почитании заключается в следующем. Я приведу простой пример для лучшего понимания. Смотрите, с каким мы относимся, я бы сказал, уважением, подчас благоговением, фотографиям тех людей, которых мы действительно любим и уважаем. Например, своих родителей, членов своей семьи, своих друзей. Мы же никогда не позволим взять фотографию и растоптать её. Хотя, что тут бумажка? О чём кажется говорить? Нет. Мы даже возмутимся, мы оскорбимся, если даже кто-то это сделает. И совсем не потому, что, мол, это единственная фотография. Да сколько угодно будет их. Но если кто-то возьмёт и начнёт топтать, мы будем расценивать, как оскорбление. Почему? Потому что отношением к этой фотографии выражается наше отношение к самому тому человеку. Так и здесь. Если мы даже уважаем грешных людей, то не тем ли более, не тем ли более, мы должны относиться с благовением к святым людям и к их образам. Иконы – это своего рода фотография. Это не фотография, конечно, но своего рода. Это образ этого человека. Вот что значит. И когда мы смотрим, видим икону, то тем самым у нас, так сказать, мысленно, мы же понимаем, что мы кланяемся не иконе, а кланяемся кому? Тому, кто на иконе. Вот. Это правильные отношения. Это правильные отношения. Неверные отношения заключаются в другом. Когда мы икону начинаем рассматривать, как своего рода чуть ли, чуть ли не само божество. И начинаем относиться к иконе так же, как относимся мы к самому, допустим, святому. Приведу простой пример. Многие едут сейчас к иконе неупиваемой чаши молиться о том, чтобы кто там муж, брат или кто угодно, или сам человек избавиться от пьянства. Едут к иконе. Я как-то спросил, а если взять и, например, помолиться перед Казанской иконой, вот сегодня Иверская икона Божьей Матери, а если перед этой иконой помолиться Божьей Матери, чтобы она помогла, как это, поможет или нет? И начинают сразу, ну, да. Я говорю, что такое? Так мы кому же молимся, и иконе, или Богоматери? Вот, оказывается, есть большая опасность поднятия самого образа на уровень самого почитаемого святого. Тогда мы очень легко можем превратиться в язычников, которые, так сказать, делали идолов, и этих идолов рассматривали как богов. Нет-нет, к иконе мы относимся с благоговением, почитанием, да, но всегда понимаем, что это только то, что нам напоминает, что связывает нас, если хотите, связывает с тем, кто изображён на этой иконе. Вот так должно быть отношение, чтобы не получилось так, что мы действительно пойдём по пути язычников. Ещё раз говорю, это что за странность такая? Почему же надо к неупиваемой чаши иконе? Разве икона помогает? Конечно, нет. И сами чудотворные иконы. Что значит? Мы говорим, а как же чудотворные иконы? Очень просто. В принципе, нет не чудотворных икон. Все иконы в принципе чудотворны. В каком смысле? Чудо совершает не икона, а чудо совершается тем, допустим, через того святого или самим Христом, совершается как? По силе веры обращающегося человека ко Христу. Помните, как Христос пришёл в своё Отечество и не сотворил там многих чудес за неверие их? Помните, Христос спросил отца бесноватого ребёнка, имеешь ли веру? Он как ответил, Господи, верю, помоги моему неверию. То есть, оказывается, без веры никакого чуда произойти не может, ибо верою мы открываем только свою душу для действия божественной благодати. Верою открываем. Поэтому не икона спасает сама по себе. Конечно же, нет. А спасает тот, кто, кому спасает Господь. Даже и не святые спасают, а Господь спасает по молитвам. Молитвам того святого, например, к которому мы обращаемся. Это очень важно понимать. А то у нас подчас появляется такое уже отношение к иконе, что мы иконой заменяем и самого Христа, и Богоматерь, и святых. Это нужно понимать, и к этому нужно относиться очень-очень серьёзно. Продолжение следует...